здравствуйте друзья вот решил вас не грузить в конце рабочей недели перед праздниками и посовещавшись нашим заведующим юмористического отдела с герпесом адольфовичем решили выложить на наш взгляд очень занимательный диалог с сотрудником хоум кредит банка он там бедняга даже как говорится и слова то сказать не мог слушал наверно шуши повяли ну и вам предлагаю послушать получить удовольствие от этого диалога и так внимание герпеса адольфович во всей своей красе алло слушалась здравствуйте меня зовут назаров никита александрович банком кредит смогу сожжать елена ивановна о леночку ну по какой причине она вам понадобилась нам необходимо с ней переговорить коллега ее она в лабораторию спустилась хорошо в таком случае перезвоним позднее но она надолго она нет она на самом деле надолго спустилась в стерильную лабораторию а вот она попросила телефон свой оставила на вештеке попросила чтобы принимал звонки но скажем так потому что долго не поднимет поднимется потом в итоге в неоднократном состоянии радиационный фон завышенный что-то может я понял я на телефон отправлюсь сообщением на этот телефон придайте пожалуйста перезвонил и все больше ничего не скажете она меня потом юноша на меня потом разорвать на части если увидит что я не добился от вас информации никакой она увидит она вагана информацию предоставлять никому хотя бы хотя бы так я пойму просто понимаете она очень очень жесткий руководитель у нас тут лаборатории все поструночки ходят на грани увольнения и она вот поставила мне задачу герпес чтобы если позвонят чтобы ни в коем случае ни в коем случае не не пропустил звонка прими информацию мне должны звонить из банка я там что-то подготовила у нас там зарплата была и все такое и я если она увидит что вот что там эсэмэска и все остальное она когда в себя придет через четыре дня считайте что она меня уж извините конечно за откровенность вы мужчина я могу вам сказать она меня затащит в подсобку из меня с живого не слезет а я вам представляю это женщина дородная такая она еще после вот этих экспериментов наших лабораторных выглядит ой 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 как знаете у него уже волосы не очень хорошо он нарушить я не могу вы даже закон нарушить вы не можете а человека скажем так под женщину 180 килограммовую ну ладно хорошо 160 килограммовую выкинуть можете да я и так уже она меня ой так зачем работать это с кем с ней а ну хоть какие-то деньги это раз во вторых лицо преданное науке она такая вот суровая что я не могу с собой ничего поделать а понимаете а иной раз и нравится нравится и каждому нашему сотруднику иной раз приходилось в подсобку вот и извините забыл знаете ходить я когда в армии служил у нас в канцелярию командироты вызывала она в подсобку вызывает а говорит герпес адольфович в подсобку у меня и мурашки по спине сразу побежали побежали и пошел я посеменил посеменил это значит либо что-то хорошо тогда она сядет со мной тортик попьет а вот если я сейчас пропущу звонок вы мне не скажете да что там все таки хоть пример я не могу сообщить как ваше имя отчество будь любезный юноша меня зовут назаров никита александрович никита александрович вот вам бы вот вам быть такого руководителя вот представьте себе женщину 160 килограмм весом а давно она стала весить я не знаю я здесь полтора года как работаю до этого я ее видел ну да вы вы правы она не всегда такая грузная была а дальше а знаете это все вот это связано с деятельностью у нас сейчас она вы как вы думаете где она сейчас стильной комнате это вот ну там когда она работает у вас это ему и у нас сейчас получается должность руководитель лаборатории а что другая информация простите простите может быть мы сейчас найдем уж я отыграюсь на ней как-нибудь хоть заочно что ли по должности указано что она экономист ну есть да тут тут нечего сочинять она конечно у нее у нее четыре образования экономическая в том числе ну у нас да она работала в отделе но мне говорили слухи ходили что вот была тетка как тетка но она ходила вот экономический отдел там все такое знаете что я вам скажу да про нее говорили что у нее хобби типа там вот эти вот препарирование мышек там всех вот этих лягушек но у нас такая деятельность лаборатории мы уже вынуждены бедных тварей божьих вот это вот скрывать живьем и она все-таки дорвалась так оказывается ей мало вот этих тварей лягушечек да кроликов и подавай вот людей живых вот вы знаете что вы ее то да как происходит ну не смысле в том что она их нас припорирует вот я вам и говорю она ищет поводы чтобы знаете вот ну сказать зачем терпите то а что терпите как я ей скажу что она меня затаскивает в эту вот подсобку и там начинает меня облизывать уж извините я надеюсь вот у меня понимаете как мы облизывать начинает и потом что я приду скажу меня она облизывает мне скажут герпес идеи и радуйся жизни просто тебя только ей осталось облизывать но я тоже я такой мужчина хрипенький да мне это на самом деле женского внимания но она знаете облизывает и в то же время ну есть какие-то приятные моменты если зажмуется вот зажмуришься и она не смотришь представляешь себе какую-нибудь барышню наверное вы смотрели вот я вчера ходил на пираты карибского моря мертвецы не рассказывают сказать ой ты там вот это вот барышня новый персонаж вот это вот это я представлял таких вот подобных барышень что они меня облизывают да а ну не ну да я вас я понимаю ваше может быть отвращение ко мне ну что поделаешь в общем перезвоним позднее в таком случае ну пожалуйста ну что она должна или вы должны что это хотя бы вот намекните пожалуйста ну что нам нужно с ней переговорить вот все больше то есть я так подозреваю что она должна день но она ведь она почему мне говорит она премию получили достаточно весомую она и хочет это вот все скорее свои эти вот вопросы позакрывать она нам не выдает эту премию все вот у нас ее там выдала чуть-чуть мы там купили себе картофель картофель там вот это вот по мелочи да и она вот удерживает представляете а вот ее экономист значит вот где еще скрывается ее личина то как вы думаете а вот а ну то есть надо сказать что с банка звонили и готовы у нее какие-то деньги взять я правильно понимаю нет вам нужно сказать что звонили с банка просили ее перезвонить так как с ней переговорить не получилось ну смотрите предупреждаю на счет и она сможет только себя прийти и мне придется пройти экзекуцию в подсобке и после этого я только она вернее с вами свяжется дня 4 не меньше всего доброго жизнь так ассердный вы юноша мне придется теперь ну что друзья если серьезно здесь как бы и комментировать ничего не надо это не юридическая тема это больше развлекательная кстати говоря кто давно на нашем канале уже давно понял что в таком формате это как раз информация воспринимается и принимается гораздо проще и интереснее подписывайтесь на наш канал кто еще этого не сделал убедитесь что здесь можно очень много полезного и интересного вот в таком юмористическом формате ну и не только в юмористическом и в серьезном формате получить и кстати можно подчеркнуть одну просто вещь что в серьезном как раз формате гораздо больше информации ну ладно подписывайтесь наш канал как я сказал вступайте в нашу группу ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика ставьте лайки для тех кому нужна юридическая защита компания алям пожалуйста вот в правом верхнем углу сейчас выскакивает подсказочка это наш сайт вот видите вот она пройдите по этой ссылочке она кликабельная и кстати говоря ссылка на наш сайт также в описании ролика есть любого на этом канале на сайте я сейчас хочу подчеркнуть выложено видео как устроена работа кредитных юристов компании алям нашей компании есть прежде чем оставлять заявку на сайте на звонок специалиста пожалуйста посмотрите видео чтобы у вас как можно меньше вопросов осталось там четко конкретно все рассказано по полочкам разложено что мы для вас делаем сколько это будет стоить какие сроки но это важно поверьте это важно посмотреть видео и для многих из вас этот вопрос скажем так будет очевидным когда вы его действительно посмотрите и скажете да как много я не знал ну либо вы подтвердитесь в каких-то своих догадках вот еще раз напомню видео в описании ссылка на сайт в описании этого либо любого другого ролика также вот в правом верхнем углу еще раз выходит подсказка вот она посмотрите вот и с вами был кузнецов дмитрий и герпес адольфович центр юридической защиты компания алям не забудьте репост в соцсетях всего вам хорошего до свидания